здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа тема дня меня зовут александр гурарье я поздравляю всех евреев и сочувствующих с хорошей шаной с новым годом желаю всем успеха мира здоровья и счастье итак мы продолжаем разговор о событиях которые развиваются на ближнем востоке по поводу атаки ирана на израиль мы поговорим отдельно но сейчас хотелось бы понять а что собственно иран предполагает сделать что он сделать для чего вообще была эта атака я представляю ираниста михаила бородкина автора и владельца канала ориентов экспресс михаил здравствуйте добрый день с праздником шанатова миш ну вот мы буквально за несколько дней до вот этих событий до иранской атаки слышали с экранов телевизоров и я в общем то слышал от многих экспертов которые утверждали что ирану не выгодно сейчас начинать атаку на израиль что это совершенно ни к чему хамас практически разбит хизбалла находится в таких ну скажем так в предразбитом состоянии извините за такую фразу и влезать сейчас в противостояние в прямое противостояние с израилем совершенно не отвечает интересам ирана и вдруг мы получаем то что получаем массированная ракетная атака которая была еще более мощный чем атака в апреле месяце атака в результате которой по израилю по словам самих иранцев было выпущено около 400 ракет наши признали если не ошибаюсь там порядка 140 150 то есть там большая часть где-то там потерялась по дороге но тем не менее почему иран пошел на столь нелогичный и нерациональный шаг кто принимал решение были ли в руководстве ирана ну скажем так сомневающиеся ну короткий ответ просто потому что иранский режим нерационален по сути своей но в принципе мы можем сказать следующее в руководстве ирана есть как и везде наверное да две партии таких условных партий партия ястребов и партия умеренных ястреба не всегда призывают действовать максимально жестко и быстро то есть не не затягивать решениями силовыми и всякий раз значит прибегать к именно вот таким действием потому что если не реагировать если не отвечать то мы слабые нас с вами перестают считаться и так далее вот в эту партию входит большинство командования ксир очевидно и в принципе к ней же относятся и сама ли хамины и насколько мы можем судить по данным там из ответных источников это что хамины и лично настоял на ответном ударе также как насколько я помню в апреле ракетная первая тогда ракетный удар это тоже было его инициатива он потребовал от военных ксилевцев собственно нанести прямой удар по израиль против этого выступал насколько мы можем судить президент которого как обычно никто не спрашивает потому что это не входит в его полномочия но он пытался насколько мы знаем он пытался сдержать и убедить убедить верховного лидера дать шанс действовать дипломатическому поле было же информация о том что его его что он не знал о том что будет удар что он об этом узнал как бы как и все мы даже не уведомили об этом вполне может быть у них там сложное отношение между собой значит очевидно что наверное давайте скажем так я предполагаю что те кто ратовал за силовой вариант за ответ по израилю они исходили из того что они хотят восстановить потенциал сдерживания опять же да потому что вот и показать израиля во первых что они израиля не боятся несмотря на все операции которые проводят израиль и значит попытаться восстановить потенциал сдерживания значит так как одновременно с этим мы видим что израильская армия входит в ливан и там уже начались к сожалению были уже первые потери то это вот еще один расчет тегерана что израиль просто опять увязнет уже в двух местах увяз уже в газе с точки зрения ирана увяз в газе и сейчас опять увязнет в ливане как только значит пойдут пойдет данные о том что гибнут израильские солдаты внутри израильского общества начнется на этот расчет может должно начаться давление как можно быстрее завершить операцию и естественно будет постоянно расти международное давление на израиль с требованием прекратить все эти действия вот вот собственно я полагаю что именно из такой логики исходили те кто принимал решение нанесение ракетного удара еще нужно отметить что те эксперты которые говорили что рано это не решится я в том числе я например всегда ими я имел ввиду не совсем это я имел ввиду что иран не решится прям послать войска в ливан своих солдат послать в ливан чтобы они непосредственно стали воевать с израилем а в то что они попытаются нанести какой-то вот такой очень яркий но мало мало эффективный на самом деле удар это вполне могло бы нужно после 1 1 ракетный удар не получили ответ на соответственно они решили что можно попробовать еще это была ошибка на твой взгляд что после первого удара они не получили достойного ответа наши тогда типа обозначили действия уничтожили радар да который так сказать прикрывал собственной ракетной установки которая прикрывала ядерный объект и сказали что вот теперь мы им все объяснили то есть мы опять пошли по пути так сказать ложных концепций как у нас было до 7 октября что теперь иран все понял теперь иран больше не посмеет и так далее не было очевидно что иран ничего не понял потому что реакция иранцев была такая что это не ответ да значит значит это нам сошло с рук я бы не я бы избежал я не хочу говорить о том что это была ошибка но то что отсутствие были разные были соображения на тот момент может быть не хотели допустим шла как они серьезная подготовка к ликвидации насрал или там к ликвидации хани шла генитурная работа не хотели нарушить что-то да какие-то действия чтобы не создавать помех не привлекать все лишнее внимание и продолжать сохранять в глазах ирана имидж слабого да то есть израиль на тот момент вот когда был удар в апреле и вы принципе до середины июля до израиль воспринимался как очень слабый увязший там и сям не реагирующий далее видимо хотели поди сохранить этот имидж но в результате по другим там какие-то причинам но вот один из косных последствий было в том что иранский режим пришел к выводу что поверил в это поверил в это решил что раз нам не отвечают то мы будем продолжать значит нас боятся да значит можно повышать ставки вот они очередной раз повышают ставки и сейчас они конечно будут ждать теперь значит не будут ждать как на это реагирует израиль них там было очень много грозных заявлений сразу что если вы посмирите ответить то мы опять ответим нанесем помощь более тяжелый удар и так далее но это риторика но пока не считают что они по сделали все правильно не внесли непосредственно удар по израилю хотя тут интересно что вообще-то не старались вся логика действий иранского режима она была такой что они хотели как раз этого избегать и не хотели в прямую вступать в конфронтацию с израилем они перепоручали это уси там хизбалей в первую очередь уси там хамасу иракским группировкам а тут они решили сами отреагировать видимо потому что сочи необходимо показать всем своим сателлитам что они вполне сильны что они никого не боятся что они их не бросят ну вот то есть но главный все таки составляющая всего этого это иррациональный вообще в принципе подход иранского режима к израилю ситуации на ближнем востоке в целом в силу вот эту фанатичную идеологию которая там давлеет над ними 79 года с революции надо добавить что это свойство не только ирана очень многим так сказать таким подобного рода режимом когда они считают что если им ответили недостаточно сильно там проявили гуманизм или проявили значит какую-то сдержанность да то это не свидетельствует в глазах осили как считают европейцы американцы да то есть они как не могут вот этот подход понять американцы в большей степени даже что это свидетельство слабости а слабого надо загрызть до конца то есть это закон очень стоит тут все очевидно амиш скажи пожалуйста что происходит внутри ирана в самом иране то есть вот это вот ожидание а израильской атаки которые ты упомянул если какие-то признаки там паники или какого-то недовольства скупает ли бензин скупает ли продукты и так далее первое время первые первые часы после удара сразу дам увидели изображение огромных очередей на бензоколонках люди побежали закупаться бензином сейчас уже напряжение такого нет и сегодня иранское правительство даже с него все ограничения на авиацию на полеты самолетов гражданских самолетов в небе ирана до этого не закрыли же небо на какое-то время сейчас сейчас они опять все открыли то есть они не очень камеры демонстрируют что они не очень этого боятся интересный момент что простые иранцы да вот я говорю не все лишь у меня там есть источники в иране но в интернете натыкался общался с жителями рана которые очень всем этим недовольны они них они во первых они ненавидят свой режим и поэтому все его действия не воспринимают штыки они просто люди мне люди пишут нам стыдно за то что был этот ракетный удар нам это не нужно мы против мы этого не хотим вот и другой стороны не всегда теперь мы боимся как ответит израиль потому что очевидно что ответ будет сильный опять это мы боимся что попадет не только по режиму но и по простым людям вот я хочу подчеркнуть этот момент что можно неоднократно это с вами обсуждали простой народ иранский да он ненавидит этот режим и не очень плохо к нему относятся к израилю наоборот либо равнодушно либо наоборот сочувствую там да или там даже дружески вот и до синета в том числе потому что все израильские операции против иранского режима до сих пор действительно затрагивали только режим то есть посторонние не страдали мирные жители непричастные люди не погибали там сопутствующего ущерба практически не было вот и желательно когда я надеюсь что когда вот сейчас взвешивается ответ и он будет учитывать это тоже да что отвечать нужно продолжать отвечать исключительно по режиму это его ослабляет и это наоборот вызывает у иранцев насмешки над этим режимом да то есть они продолжали он еще сидели еще больше теряет легитимность уважение и так далее а если будут страдать мирные люди то это наоборот может вызвать обратный эффект они начнут объединяться вокруг вокруг режим а вот кстати по поводу были такие высказывания что иран настолько не хотел конфронтации с израильным что вот они очень аккуратно значит стреляли чтобы никто не пострадал вот посмотрите у вас не ни одного погибшего там ну вот один там значит боец из баллы попал под раздачу типа это не в счет ну кстати добавился еще один да то есть боец боец спецназа там иранского ксир который значит погиб в результате празднования когда они там устроили фейерверки ему голову попал фейерверк да то есть два два пострадавших от от этой от этой атаки и оба как бы не израильтяне но тем не менее с одной стороны вот говорят что они пытались так аккуратно с другой стороны мы видели заявление про иранских сми и телеграм-каналов о том что там кстати это тут же подхватывали все российские паблики очень интересно было читать вообще что уничтожено там 15 самолетов f-35 уничтожено три военные базы уничтожен порт в ашкелоне между нами девочками в ашкелоне нет порта но неважно его уничтожили да ну а это как бы вот такая вещь то есть все таки значит получается что иран стремился к таким именно разрушением к таким результатам несмотря на то что вот с другой стороны говорят что это был договорняк в очередной раз договорняк это как бы сложно договорняк кого с кем то есть ирана израиля что мы там по обстреляем если учесть какими ракетами они стреляют но могло вполне прилететь там куда угодно не только попала в школу попала в школу я попала в явно простите попала в ресторан в северном тель-авиве то есть слава богу что не было людей потому что все были придурщины при все значит были в укрытии так далее а нам все время говорят и пишут что вы там говорите видите ни одного погибшего же нет значит ничего страшного не произошло то есть люди как-то очень странно реагирует а вот если бы были бы 10 тысяч погибших тогда а ну да вот тогда да вот на это правильно говорят в ответ те что нужно оценивать не результат вернее не только результат но и намерение да то что у них не получилось убить там десятки тысяч и древельтян не значит что они этого не хотели и поэтому отвечать нужно с учетом их намерений я не могу естественно судить о том что вот они там сидя когда хаминейху я не могу сказать что утверждать что хаминей созвал генерал аксиры сказал шарахните по израилю только аккуратно чтобы никуда не попало не дай бог а мы потом всему миру расскажем что мы там все разбомбили но я я не очень в это я считаю что он как раз наоборот требовал именно примерно наказать есть вот один один вариант развития событий при котором если таком если хаминей так оценивает развитие событий нынешние то он будет идти на эскалацию это если он всерьез верит что израиль слабеет с каждым днем и тогда он вполне будет исходить из тогда он может требовать на наоборот усиливать давление усиливать натиск то есть не снижать эскалацию наоборот повышать естественно не до такого уровня чтобы иранские танки пришлось двигать через ирак через сирию к израильским границам но вот до такой степени чтобы чаще наносить вот ракетные удары возможно даже в координации со всеми да то есть они там будут запускать свою баллистику а из ливана в это время будут пить там чем-то полегче вот и так далее создавать вот так вот это может быть но я но это маловероятно сценарий все-таки на взгляд я думаю что все равно на данный момент он хочет закончить этот раунд и закончить его с минимальными потерями для себя потому что сейчас нам нужно спасти хизбалу вот потому что хамас они уже спасти не смогли на самом деле то есть еще есть у них шансы что хамас уцелеет и так далее но он сильно ослаблен вот ахизбалла уже ослаблена но еще не не так чтобы совсем ее можно было надолго выключить сбросить со счетов и они должны попытаться ее как-то я но мне к моему представлению они должны попытаться его как-то спасти то есть остановить вот эту наземную операцию израиля в ливане для этого они вот и используют пытаются привлечь как можно больше внимания запада сюда он же заговорили об ударах по нефтяным объектам ирана запад против потому что будет рост цен на нефть если будет рост цен на нефть это значит на руку россии вот то есть на израиль будет оказываться я боюсь сильное давление с целью убедить не отвечать так что в принципе я думаю что они на самом деле исходили из того руководство ирана принимая решение о нанесении удара но исходило из того что это поможет усилить давление и на израиль и на запад и так быстрее дойти к своей цели о завершении этого этого раунда эскалации так чтобы при этом интересы ирана пострадали в минимальной степени михаил то есть вот из этого объяснения я понял что израилю не оставили выхода не оставили выбора то есть если израиль не ответит достойным образом то есть сильно мощно с надесением удара ну по по ядерной программе это было бы самое разумное самое логичное потому что вот такой такой так сказать повод может быть не скоро представится но байден уже заявил что он категорически против но в любом случае если не будет нанесен сильный удар который будет именно расценен как сильный удар как поражение иранского режима то израиля не не будет ни минуты так сказать тишины иран продолжит атаковать и продолжит значит считать что он самый сильный и как бы будет так сказать быковать на районе извините за такое сравнение мои точки зрения стали выбора еще 7 октября с тех пор уже тут делать нечего то есть это все нужно останавливать остановить это все можно только силой только очень большой силой остановить так чтобы это больше не повторилось я имею ввиду не просто так то можно и капитулировать да и все закончится но если мы хотим продолжать жить в мире тишине то есть нужно тогда отбить охоту всех врагов израиля позволять себе подобные вещи для этого естественно нужно объяснить им всем насколько израиль силен какие у израиля возможности военной сфере в оборонной сфере и что израиль не боится их применять и тогда это конечно же заставит их сильно задуматься поэтому конечно ответить на отвечать необходимо но естественно с расчетами да то есть нужно там все тщательно взвесить опять же это у израильской разведки больше данных чем у нас на тему того что происходит в верхушке ирана о чем они думают чем они сколько они ракеты стратили сколько у них их осталось каково состояние охраны этих ядерных объектов других объектов может быть действительно кстати там ответом станет ликвидация генералов ксир которые принимали решения в этих вот не даже не удары по иранскими объектам уничтожение командующего ракетными войсками или там уничтожение складов этих ракет и так далее то есть есть вариант более широкий не не только нефтяные ядерные объекты есть есть что делать да там банк мишеней в иране очень большой вот но да ответить необходимо необходимо им внушить что они не выберут эту эту войну это противостояние к сожалению очень тяжело сделать потому что для них признать поражение это мне кажется такой вариант они вообще не рассматривают не они не них избалла в том числе они просто не рассматривают такой вариант при котором не просто всем станет ясно что они потерпели поражение они еще сами это признают и ну хотя бы даже для себя да я скажу что мы проиграли надо отходить надо отступать нужно как-то что-то переперегруппироваться сделать новый расчет тогда я боюсь что убедить их в этом будет очень тяжело так то я если я правильно понимаю тогда такое рассуждение что даже если будет очень сильный мощный удар нанесен израилем по ирану то они все равно попытаются ответить или в какой-то момент сила этого удара может их остановить они попытаются слезть с этого дерева как-то по-другому и в какой-то степени остановить этот пинпок когда они ударяют мы ударяем они ударяют мы ударяем я надеюсь что действительно есть такое опять же это тут тут это должны лучше знать те кто имеет данные к закрытой информации что что вот можно нанести такой болезненный удар который заставит режим хотя бы временно отступить ну вот я думаю что есть такой вариант его просто ну я просто могу сходу его назвать он должен быть и гибель там высокопоставленных лидеров режима не хаминой это это как раз это 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 перебор до лидеров государств глав государств не принято физически устранять такими методами просто вы тоже совсем вне игры вот но там ликвидация каких-нибудь ответственных за ракетную программу уничтожение этих ракет и так далее это все может демонстрация наглядная демонстрация того уничтожение всех зенитных этих комплексов да то есть показать что они остаются вообще голыми неприкрытыми да то есть завтра израильская авиация прилетит и все и вы с ней вообще ничего не сделать вот это может их заставить остановиться то есть показать что мы будем отвечать на каждый удар то есть если поэтому исходить из того готовы ли вы прямо сейчас вступать с израилем полномасштабную войну в то время когда у вас еще нет ядерного оружия вы правда этого хотите вы правда думаете что россия китай будут вас прикрывать до конца и это все еще будет показывать что запад не может задержать израиль это тоже важно то есть это у них у ирана и как я уже отметил еще расчет на это есть да что западные страны израиль остановит но так что я думаю что можно все таки да этим силовым методом заставить их понять что им не в их интересах сейчас это продолжать они еще не так сильно израиль не так слаб как им бы того хотелось ну вот поэтому лучше отступить так что я думаю что есть такой вариант ответа да да но если сейчас не будет уничтожена ядерная программа или по крайней мере не будет нанесен по ней мощный удар то совершенно очевидно и мы кстати говорили об этом пару месяцев назад что иран приложить сейчас максимальное усилие для того чтобы эту программу форсировать потому что он понимает что это единственный шанс так сказать воздействовать на окружающих в первую очередь на израиля это ядерная дубинка погрозить ядерной дубинкой таким образом остановить то есть получается что мы тем самым не уничтожив ядерную программу только стимулируем иран усилить и ускорить ее создание это да это верное соображение они будут стремиться к этому изо всех сил но там у них сейчас тоже внутри есть разногласия потому что кто-то например пизышки он может сказать что если мы ее форсируем так мы приглашаем удар вот тогда он точно будет неизбежно давайте наоборот у нас мы хорошо продвинулись давайте сделаем вид хотя бы что мы готовы там притормозить попросим разморозить наши миллиарды а там посмотрим вот это одна точка зрения другая конечно будет утверждать что никаких разговоров никаких переговоров мы должны как можно скорее перешагнуть этот рубеж какая возобладает тоже очень хороший вопрос но к сожалению для удара по данным объектам насколько я могу судить необходимо уговорить еще и американцы в первую очередь тяжело вот ответ вот на такую операцию ответы рано будет конечно же я думаю тут они отреагируют всеми прокси которые есть и сразу всем что у этих прокси есть до большую часть значительную часть не больше значительную часть арсенала хизбаллы вывели из строя и поэтому она сейчас уже не такая опасная какой она была там до того как началась операция но тем не менее тоже нельзя заброшу поэтому это вот такое очень сложное уравнение очень тяжело принимать вот такое решение то все мы идем и уничтожаем иранскую ядерную программу для этого нужно соблюсти там определенное количество условий чтобы минимизировать возможный иранский ответ на все это к сожалению мы оказались такой ситуации когда очень многие иранские прокси чувствуют себя безнаказанными вот хусит это самый яркий пример они сидят там все время не делают что хотят обстреливают торговые суда и никто никто ничего не может с ними сделать это все поэтому как бы оказавшись один израиль один не может действовать против иранской ядерной программе всего то что действительно будет большой взрыв нужно привлечь внимание убедить в этом еще и соединенные штаты до выборов остается месяц я не знаю может быть может быть после этого будет что-то изменится вопрос с кем придется разговаривать после этого никто не знает никто не знает никто не знает кто победит на этих выборах а главное что будет после того как да то есть тот же самый извините трамп который сейчас там раздает обещания направо и налево когда он станет президентом учитывая что это его второй и последний срок и ему не надо уже ни перед кем так сказать выслуживаться никому нравится никто не знает как он себя поведет парень он непредсказуемый да а если он проиграет и заявит что он не признает результаты выборов тогда там в америке такое начнется что это будет что им будет вообще не не до кого не кого да такой это вариант тоже такой вариант тоже раз рассматривается миша еще один вопрос вот тут интересное высказывание министр министра иностранных дел ливана абдулы бухабиба он выступал на cnn и заявил что оказывается оказывается шейх насраула покойный согласился на прекращение огня с израилем прежде чем его устранили но ты не ягод также согласился какой интересный поворот событий причем шейха насрал уже уже не спросишь он там вовсю с гуриями общается ему не до нас о чем говорит это высказывание то есть не является ли это попыткой вообще слезть в дерево и сказать что вот но это ж не мы вот если уж сам шахид насрала предлагал так давайте может быть и отступим тогда ну это может быть и так но это речь идет даже не представитель хизбалы вообще представитель ливанского правительства который на эту хизбалу не имеет ни малейшего влияния я думаю что скорее это знаете что это просто неправда то есть скорее все это просто неправда потому что или попытка выдать желаемые за действительность нет уж это неправда я не сомневаюсь вопрос для чего он это говорит он это говорит для того чтобы показать во первых что нет ни агу коварный и что во всем виноват израиль то есть израиль ну и это вот то о чем я говорил они хотят чтобы запад заставил израиль остановить вот это вот их цель основная чтобы дипломатическим путем убедить западные страны в первую очередь соединенные штаты конечно которых больше всего влияния на израиль но и европу тоже если вся европа начнет на израиль давить это тоже может вызвать определенный эффект вот они хотят чтобы просто запад заставил израиль остановиться в этом в этом цель всех этих высказываний и все этого все это информационного шума который который мы наблюдаем ну кстати европа пыталась евросоюз пытались провести там резолюцию призывающий к немедленному прекращению огня ну вот спасибо чехии чехи чехи сказали что нет это что значит прекращение огня это значит израиль имеет право на оборону где вы были раньше когда год стреляли ничего никакого прекращения огня а сейчас прекращение огня так что да у нас получается в европе конечно такой интересный расклад страны восточной европы они гораздо более сказать дружественно относится к израилю и как-то больше понимают мне кажется они просто вот менее подвержены вот этой такой либеральной либеральной извините сопливой такой теории да они как-то более реалисты они все понимают к чему это может привести и примеряют это на себя миша спасибо большое спасибо еще раз праздником я напоминаю с нами был а михаил михаил бородкин и ранист михаил бородкин главред сайта телеграм-канала oriental экспресс подписывайтесь на время экспресс заходите на сайт там интересная информация ну а мы еще раз поздравляем всех с новым годом всего доброго шанатова в метука как самое